Приветули, небольшое обращение перед началом ролика. В связи с тем, что сейчас происходит с YouTube и все непонятно, ребятки, хотел бы предложить вам подписаться на Boosty, группу в ВК или Telegram. Либо на что-то одно, либо на все вместе, как хотите. На Boosty есть контент и сейчас, но если вдруг будет плохо с доступом и вам не нравится, допустим, ВК, на котором два года уже дублируются все реакции, я буду публиковать в открытом доступе, так же, как на YouTube публикую, но на Boosty. А в телеге просто новости, чтобы вы знали и были в курсе дел. Большое спасибо за внимание, приятного просмотра. Здарова, геймеры! С вами ДатПи47 и, да, добро пожаловать в новое видео про всю ситуацию с Мистером Бистом, потому что, очевидно, первого раза было недостаточное. На самом деле, я не особо хотел делать это видео, потому что у меня в плане большой видос... Да-да, как всегда, как всегда, не особо хотел его делать. По японским RPG, которые никто не посмотрит. Но, учитывая нынешнее состояние YouTube, который то ли будет, то ли не будет работать в России, пока что нихрена не понятно, и учитывая, что многие ютуберы не выпускают сейчас свои видео, потому что боятся, что они будут обрезаны по просмотрам из-за, сами знаете, каких событий, я решил немного поэкспериментировать, ведь не зря же я смотрел все эти огромные разоблачения на Мистера Биста последние несколько дней, чтобы понять, в чем же там стоит вся эта проблема. А это наши подписчики на Бусти, благодаря поддержке которых мы можем продолжать выпускать контент и радовать вас. Большое спасибо, что поддерживаете нас, ребята. Ссылка на Бусти в описании. Но все же, почему Мистера Биста отменяют и разоблачают? Да, я такой думаю, что происходит, почему, что началось-то? Ну, именно этот раз является особенным. И все довольно просто, потому что у нас, наконец-то, есть бывший сотрудник, который решил нарушить все договоренности, все контракты, которые он подписал. И да, это тот самый Шиз, который показывал непонятные документы и ездил вокруг студии Мистера Биста. Оказалось, что это действительно настоящий работник, который работал с Мистером Бистом. И все это так удобно произошло после ситуации с Крисом Тайсоном, которая определенно не была удобной для Мистера Биста. У нас, конечно, уже были бывшие сотрудники, типа вот этого, который написал, что Джимми знал. А когда ему сказали, типа, слушай, ну если Джимми знал, и ты знаешь о том, что он знал, то ты тоже знал и не говорил об этом, он начал сдавать назад и постепенно вышел полностью из этой истории. Но разоблачение, о котором мы сегодня поговорим, на данный момент имеет уже 8,5 миллионов просмотров. Хуя себе. Фэй, скорее всего, дойдет до 15 или 20. Это самая масштабная атака на Мистера Биста. Ой, да ладно, это просто на прям очень крупных разоблачения начали делать. Я помню то время, когда это, Тати, уже не помню, как у нее там другой ник был, когда после нее и вот это начались куча-куча разоблачений, всех разоблачать начали, Макриевский там их делал кучи, и потом еще все начали делать, и пошло-поехало. Просто на крупных не особо кто-то что-то такое копал. Господи, я еще в бьюти-блогинге на это насмотрелась. Можно мне, пожалуйста, вот без этого, я уже в бьюти-блоге, сколько времени не смотрю, вот тут оно и до сюда добралось. Всю его карьеру, и поэтому будет интересно, что... Люди любят копаться в говняшках, я тоже иногда. ...что из этого выйдет, но давайте обсудим все это в деталях. Во-первых, чувак, который записал это видео, под ником DogPack404. В начале видео есть странный сегмент, где он с расширенными зрачками, не моргая, начинает тараторить какую-то информацию. Я не буду это озвучивать и подставлю просто субтитры, чтобы вы поняли, насколько это стрёмно звучит. Довольно стрёмно, на самом деле, но он вроде сказал, что сделал все это видео на грибах, а затем... Ну, оно видно. Я смотрю на то, как чел пытается сделать сальтуху и сейчас врежется в пол землей. Может быть, хватит уже лояльно относиться к... ...действиям, совершённых на веществах и к людям на веществах в интернете. Да. Мне кажется, что всё, что было сделано под веществами, должно быть, ну, обнулённым. Типа, чел творил херню, он виноват же сильнее. А если чел что-то сказанул под веществами, это же не значит, что это правда. Может быть, наоборот, как раз-таки, это всё приукрашено. Может быть, у него это... Пришёл к нему грибобас и такой... Я тебе поведаю... Ой, простите. Я просто руку вверх поднял. Я под тебе поведаю истину. Типа, слушай меня, я великий гриб. Когда это начали использовать в качестве аргумента против него, начал отнекиваться, что это просто были шутки. И на самом деле он не прикасался ни к чему подобному уже долгое время. Мне хуй было тогда это ляпать. Так-то такую хуйню можно было заснять и просто по приколу, но зрачки бы у него не были расширены. Самое главное. Сделать какую-то херню и крипово что-то сказать можно, но зрачки ты специально, наверное, можешь расширить. У него видео было бы более шумным, если бы там было настолько темно, чтобы у него были такие широкие зрачки. Есть две причины, по которым могут быть такие... настолько зрачки быть расширены. Первый, если это не снято в темноте. Очевидно, что не снято. Видео не настолько шумное. Это капли для глаз, для лечения всяких нехороших штук, типа спазма аккомодации. Эти же капли могут использоваться для скрытия следов, принятия некоторых веществ, кстати говоря. И их как-то еще закапывают куда-то в другие места, чтобы еще жмыхнуться. Я не в курсе. Мои потенциальные покупатели, которым я отказывала в продаже по рецепту, в курсе. Осуждаем это все. Но не я. В продаже без рецепта. Либо он, ну, что-то принял. Но знаешь, Виде... Я что-то, что я тоже не знаю, я в этом не разбираюсь. Да и насрать, в общем-то. Нам не важно, что это. Так что шутка... В его шутке лишь доля шутки была. Чему подобно уже долгое время. Но знаешь, Виде, эти зрачки меня одолевают сомнения. Тем не менее, само видео вызвало резонанс не просто так. И не просто так. После этого видео компания мистера Биста отправила этому чуваку угрозу судом. Подтвердив, что он действительно был бывшим сотрудником. И укрепив уверенность общественности в том, что... Угрозы судом и досудебная претензия – это разные вещи, если что. Вдруг ДТП не знает. Они, скорее всего, ему послали досудебку. Они ж не идиоты. И угрозы судом – это, в принципе, оксюморон. Знаете, почему? Потому что угрозы и шантаж судом, они не являются, по факту, угрозами и шантажом. Если тебе говорят, что я тебя засужу, то ты не можешь предъявить, что тебе угрожали. Соответственно, угрозой это не является. Человек имеет полное право подать на тебя в суд, если ты на него клевещешь. По его мнению. Просто, да, да, просто вот когда тебе говорят, я тебе дам пизды, там, типа, я тебя побью. Или я, там, не знаю, твои нюдисы разошлю всем твоим коллегам, если ты не сделаешь что-то, то-то, там, допустим, не дашь мне денег. Это угрозы и шантаж, на которые можно пожаловаться. А когда тебе говорят за то, что ты делаешь, я на тебя подам в суд, либо присылает тебе вообще бумажку от адвоката, написанную о том, что если вы не прекратите или не напишите опровержение, там, допустим, мы подадим на вас в суд, это нормально, как бы, в смысле, в плане, это не угроза, это предупреждение. Потому что правовые действия против вас, которые имеют место быть, это противодействие вещам нехорошим, которые делали вы. Просто обычно люди, которые такие, это, вот так вот, ну, как ДТП выразился, не факт, что он имел в виду именно такой контекст, но чаще всего, когда говорят, что мне угрожают судом, это они подразумевают, что вот, они хотят заткнуть мне рот судом. Хотя, по факту, если они говорят, что они подадут на тебя в суд, значит, они уверены в том, что ты пиздишь. Ну, это не обязательно. Некоторые надеются на то, что вывезут их дорогие адвокаты. Ну, такое тоже может быть. А ты соберешь достаточно доказательств. Такое тоже может быть. Но в любом случае формулировка угроза судом, она, ну, некорректна изначально. Угроза или шантаж суду. Да. А тут с Челом, может быть, они его решили, типа, напомнить и припугнуть, чтобы он остановился в плане того, что, Чел, у тебя вообще-то был контракт, и ты по нему не имел права разглашать такую информацию. Да, судебную претензию они в своем праве были прислать, и я думаю, они ее как раз и прислали, потому что он нарушил условия соглашения, а не разглашения. Вот и все. Многие вещи из этого разоблачения были правдой. В этом видео есть много вещей и разной степени важности, например, такие мелочи, как то, что команда Мистера Биста добавляла много компьютерной графики на задний фон, то, что животные, которых они встречали якобы случайно, на самом деле были натренированными, профессиональными животными, услуги которых покупали заранее. Помните то видео, где команда Мистера Биста должна была выжить на плоте и спалить? Быть такого не может. Ага. Там во время дождя и все такое. Даже тут оказалось, что ночью Джимми на самом деле спал на яхте, которая подплывала к плоту. Некоторые вещи, которые создавали ингредиенты... Ну, я не думал, что настолько хернёй они будут маяться, и кто-то будет спать на плоту, на яхте. Но я думал, что они абсолютно стопроцентно не одни. На этот видос у нас реакция, если что, есть на канале. И я делал вывод, что мне казалось, что маловероятно. Их там бросили одних и уехали хуй знает куда. Отплыли там от них, не знаю, на метров 200. 300 и всё. Ребята, кто смотрит наши стримы, за тем, как особенно мы смотрим видосы про выживание, вы прекрасно знаете моё мнение по поводу этих всех выживателей. Кто бы это ни был, либо и первобытные выживатели, мистер бист, хоть кто угодно. Вы знаете. Я максимум могу поверить там, не знаю, видосу подростка, который снимает, типа, выживаю два дня без мамы в командировке, как он варит себе пельмени. Потому что снимать видео на телефон и варить пельмени, в принципе, скиллы доступны для подростка, и это всё находится в свободном доступе. А в такого рода вещи, как вот эти вот съёмки мистера биста или съёмки этого чела первобытного, который свою глинобитную хижину делал, привет ему с его АП на стриме нельзя смотреть. Вот. Это всё, конечно же, выживание. Я вот снимал выживание, когда ездил на радио-йод-терапию. Выживание без мамочки. В поезде еду себе покупал, в KFC кушал, в Burger King'е кушал и пиво пил. Скучала по маминому супчику. Да, да. Спал на яхте, которая подплывала к плоту. Некоторые вещи, которые создавали интригу в видео, допустим, месть и соперничество между двумя мужчинами, были добавлены уже в постпродакшене, потому что эти два мужика были слишком далеко друг от друга. Ну и были совершенно глупые вещи. Да, да, монтаж, он существует, обосраться. Вот это да. В реалити существует комплиментарный или негативный монтаж. Вроде того, что остров... Офигеть. Никогда такого не было. Вот опять. Просто мистер бист нанял чела, в которой снимали реалити. И всё. По факту. Ну и были совершенно глупые вещи, вроде того, что остров, который Джимми купил за доллар, на самом деле стоил ему не доллар, потому что там ещё был налог 27 долларов или чё-то типа того. Но вот тут мы переходим к более серьёзным вещам поступательно. Окей, первое, что бросается в глаза, это видео, где пацаны были против девчонок. По заявлению бывшего работника и нескольких свидетелей, Джимми не очень хотел, чтобы девочки проиграли с большим отрывом. Что-то насчёт того, что это будет плохо для пиара. Поэтому за девушками следили намного меньше, что позволяло им нарушать правила. А во-вторых, когда в команде пацанов оказался один чувак, который смог собирать кубик Рубика, что дало им преимущество, Джимми подошёл к нему, дал ему 10 тысяч долларов и сказал, что он может идти. Причём самое смешное, что эти 10 тысяч долларов больше, чем получил бы каждый из членов команды, если бы даже они выиграли. Ну, блин, господи... Постановка! Никогда такого не было! И вот опять! И что? По факту это шоу. От того, что вы думали, что это не постанова, ну, блин... Типа что-то не постанова, что-то постанова. Любой зритель старше 10 лет мог до этих разоблачений догадаться сам. Извините. Мистер Бис не виноват, что у вас есть определённая степень наивности. Ну, ёпрстэ! Вы не виноваты в своей наивности, а он не виноват в том, что вы не догадались, что там постанова 50% точно. Это, конечно, нехорошо, что чел там был хороший, ему дали деньги, и он ушёл. Для чела это заебись. Для шоу не очень. Но для шоу, видимо, было бы и не очень, если бы он всех размотал, и девчонки бы совсем пролетели. Потому что, поэтому... Ну, блин, я хер знаю. Типа... Делать всё честно, это не значит, что это будет всё абсолютно интересно смотреть. Вам же должно быть интересно это смотреть. Просто я участвовала в некоторых массовых мероприятиях, в том числе, где участвовали якобы случайные люди, или где надо было выступать 150 раз, до тошноты отрепетировав какой-то номер. И могу сказать, это ни хера не весело. Это только потом, когда это снято, и нарезано, и смонтировано, смотрится весело. Охренеть! Никогда такого не было. И вот опять. Потому что для того, чтобы всё было хорошо, и красиво на экране, нужна доля постановки всегда, во-первых. А во-вторых, ну, вот такие вещи, да, бывают. Не, типа, можно сделать честно, но там уж как получится. Я не считаю, что постанова это хорошо, и что постанова это прям плохо, смотря, что как сделано. Если всё было честно, а мистера биста бы обвинили в том, что он специально вот это так сделал, чтобы оскорбить женщин. Ну, тоже может быть. Возможно, этого он и боялся. По итогу, сюрприз-сюрприз, Он этого и боялся. 10 тысяч долларов больше, чем получил бы каждый из членов команды, если бы даже они выиграли. И по итогу, сюрприз-сюрприз, девушки выиграли с отрывом в 2 очка. Ну ладно, дальше следует сегмент про то, что мистер бист зачастую использует своих знакомых, друзей, родственников своих друзей и так далее. Очень многие, особенно когда дело касается каких-то массовых видосов, это какие-то знакомые мистера биста. Но худший случай, это вот этот вот его друг. Друг, который специально переехал в тот же штат, в котором Джимми всё снимает, и друг, который регулярно появляется в его видео. И вот у нас такой случай, состязание кучи людей, и, о боже, друг мистера биста внезапно проигрывает первым. Но оказывается, что у мистера биста был секретный приз за последнее место. Новенькая Тесла, прекрасная. Какое же совпадение, что первым проиграл именно его товарищ. И другие случаи, когда он выиграл... Забавно было бы, если бы эта Тесла изначально принадлежала бы этому товарищу. Ну, это, на самом деле, типа, эта постанова некрасивая. Потому что он же всё-таки позиционирует себя, как тот, который дохуя денег отдаёт. И вот это вот не очень красиво. Я понимаю, почему люди на это говняться. Типа, понимать, что что-то в шоу постанова одно, но понимать, что специально кого-то там привели, чтобы он забрал какой-то приз, предназначенный ему, ну, типа, херня. Ладно, если бы он сказал, на самом деле, это мой друг, и, раз он проиграл, у меня был для него специальный подарок, потому что я давно хотел сделать ему очень крутой подарок. Ну да. А то тут он такой, ой, я его не знаю, или ещё что-то такое. И, о боже мой, какое совпадение. Ну, типа, это хуем воняет, уж простите. С этим я согласна. Испытание на последней секунде. Конечно же, не потому, что всё это было сделано постфактум на продакшене, а потому, что он просто настолько крутой друг мистера Биста и выиграл эти деньги, а потом рассказывает, что эти деньги так сильно изменят его жизнь, но по факту он живёт на гамелеоном особняке, который ему подогнал мистер Бист, когда он переехал к нему в штат. И как бы вот эти вот две ситуации, они весьма неприятны. На самом деле, что касается вот девчонок, которые победили, и что касается его товарища, ну всё-таки это лишь единичные видосы из сотен, которые он делал за последние годы. И как бы да, им нужно думать о пиаре, о том, чтобы не показывать, как мужчины побеждают женщин, потому что женщины не могут быть слабее. Ну и может он действительно хотел своему другу Теслу подарить или дать ему победить в каком-нибудь видео, там, чтобы он участвовал. Да, главное, что он такой, типа, надо, чтобы они не слишком сильным разрывом проиграли. То есть, типа, изначально настроен был на то, чтобы они проиграли. В итоге они бы проиграли, но тоже с небольшим бы разрывом, я так поняла. Ну да. Ну да. Не знаю, реакцию какую-нибудь крутую показал. Но с другой стороны, это не очень сильно вяжется с тем, что мистер Бист всегда говорит, что их видео, они исключительно показывают то, что происходит на самом деле, ничего не подстроено и так далее. Но я думаю, что для современных детей это что-то на уровне, как для нас было узнать, что Деда Мороза не существует. Также в видосе было очень много морализаторства касательно шоколадок мистера Биста, то, что он по сути продавал не шоколадки, а лотерею, что в одной из пачек может быть билет, который позволит вам получить ламборгини. И по сути, как бы это неэтично, но все это было проверено легальной командой мистера Биста и соответственно каких-то проблем с этим нет. Но все же главный аргумент в том, что мистер Бист во-первых рекламировал свои шоколадки как очень полезные, а затем через какое-то время изменил рецепты, они стали такими же, как и все остальные. Ну и к тому же приучал детей выиграть кучу денег или даже шоколадную фабрику. Никогда такого не было и вот опять. Ну да. Но такое говно очень многие компании промышляют. Типа, ну мистер Бист он весь такой хороший, типа, поэтому для него это минус реп. Очевидно. Но теперь мы постепенно перейдем к более серьезным вещам. Автор видео поясняет, что многие розыгрыши, которые проводились мистером Бистом, во-первых, фейковые, а во-вторых, скорее всего, незаконные. Во-первых, если вы этого не знали, если вы на ютубе первый день, то когда вам говорят, что что-то разыграют среди тех, кто подпишется на этом видео, то это просто, просто вранье. Я не знаю, почему люди в 2024 все еще верят в это, но да, когда ютубер говорит, что разыграет что-то среди тех, кто подпишется, прямо сейчас, то ежу понятно, что вас обманывают, потому что такого инструментария просто не существует. Но знаете, учитывая, что это делало куча других ютуберов и мистер Бист сделал много хорошего в этом мире, я не считаю, что в этом есть что-то настолько уж плохое. То есть, да, он любыми средствами добирался до этих 300 миллионов, но блин, типа, можем ли мы его судить за это? Другая проблема заключается в том, когда ты нарушаешь закон, эксплуатируя детскую аудиторию. Автор видео показал кадр... Не, ну, как бы, судить не судить, типа, минус реп, не минус реп, будет решать каждый его зритель. Если они захотят его смотреть дальше и для них это не сильно важно, окей, их дело. Он ничего сверх прям хуевого не сделал. Так-то, если задуматься. Это, типа, некрасиво, нехорошо, обман подписчиков. Но если зрители это устраивает и их устраивает смотреть дальше видосы, им просто интересно, то это как бы, что бы нет. Просто люди будут понимать уже, что и воспринимать это как шоу. Главное, чтобы это не превратилось, как этот, сраный миллионер. То когда-то там были обычные люди, а потом там только звезды начали появляться. С удаленного стрима, который остался только в Фейсбуке, и, кстати, после выхода разоблачения... на что зарубежно, кстати, телевидение на нашем, на нашем отечественном телевидении, судя по всему, никто ничего по-настоящему не выигрывал. Это не выигрывал. Вот. Потому что я смотрела передачи про всякие фабрики звезд и прочие вот такие передачи. Там как бы типа выигрывали люди и деньги, и там какой-нибудь скутер, какую-нибудь там машину даже. И участники говорили, что нихрена им никто ничего не отдавал. Более того, эти участники, они не были случайными людьми, это во-первых. А во-вторых, их родители часто были очень небедными. Поэтому они оплачивали их всякое пребывание в звездных домах и вот эту прочую херотню. Потому что это было инструментом буста популярности. Тикток хаос куплен, все неправда. Ну, типа да. Я знаю уже давно это. Аудитория. Автор видео показал кадры с удаленного стрима, который остался только в Фейсбуке. И, кстати, после выхода разоблачения оттуда его тоже потерли. И на этих кадрах мы видим две интересные вещи. Во-первых, то, что покупаемая одежда должна быть подписана мистером Бистом. Но мы видим, как ее украдкой подписывают другие члены команды. Что как бы окей, но дети покупали эти футболы. Очень даже не украдкой. Ну да. Они в открытую сидят и подписывают. ...болки в надежде, что их подпишет именно мистер Бист. То есть Джимми. Но вторая проблема это краеугольный камень того, на чем в принципе держится нынешний скандал и все это разоблачение. Дело в том, что во время стрима Джимми говорил такие вещи вроде того, что первый, кто закажет в течение 30 секунд, мы положим ему в заказ 1000 долларов. Или мы положим ему новенький айфон или что-то еще и так далее и так далее. То есть мистер Бист постоянно байтил огромное количество детей на своем стриме покупать одежду. Говоря им, что вот в следующие заказы мы положим вам крутые штуки, там не знаю, ключи от Ламбы. Даже вот смотрите, если так брать, вот мистер Бист, просто про популярность хочу сказать. Вот стать популярным, допустим, просто набирать подписчиков как Мармок или же как тот же Пьюдипай или как тот же как его Купленов. Мистер Бист в какой-то момент все-таки начал не просто набирать, да, его видосы чаще всего идут типа интересно, просто какие-то эксперименты и прочее, но он начал очень часто байтить вот этой всей херней, типа подпишись и там подарки, вот это все. Мне кажется, это очень большую роль играет. То есть, опять, я веду к тому, что бабки ебать как решают. Но на самом деле он в этом как бы не первый. Конечно. Такие, ну, похожие вещи еще раньше начались в запредграмме, гивами называются, когда, короче, круговорот подписчиков. Когда, короче, подпишись на тех-то, тех-то, пятых, десятых, поставь там-то лайки и получи шанс выиграть какую-то, не знаю, хуимболу. Вот. И там миллион рублев. И в итоге, короче, у нас есть фейковые знаменитости с миллионами подписчиков. И, соответственно, их подписки видят бренды, заключают с ними контракты, а потом эти знаменитости, имея с этих контрактов деньги начинают хуесосить своих подписчиков, потому что наши фейковые знаменитости не умеют держать свое говно при себе. Знаете, почему? Потому что у нас так культуры отмены настоящей не существуют. Этот, как его... Ну, да. Ну, не, розыгрышами многие люди привлекали. Я не говорю, что это плохо, это его дело. Я к тому, что это очень хорошо работает, и он это очень хорошо продвинул. Я не думаю, что это придумало, были те, кто ему это все подсказали. но тот же Пьюдипай, допустим, как по мне, поднимался именно своей популярностью по большей степени. Ну, секрет популярности на Ютубе и десятков миллионов подписчиков простой. Не делая откровенно детский контент быть популярным среди детей. Пупи-ду-пуп. Ну, да, кстати. Но по факту, когда посылки пришли людям, мало кто нашел в своих посылках хоть что-то. И если так подумать, мистер Би со своими друзьями не мог упаковать все посылки, их были сотни тысяч. И, соответственно, то, что они укладывали на стриме, это лишь маленькая, это доля процента от всего, что они продали. Но они дали детям надежду, которая была разрушена, когда вещи все-таки приехали к ним. И для справки, многие специалисты, которые посмотрели это видео, как и автор этого видео, заявляют, что по законам США такое не является легальным и попадают под все признаки мошенничества. И опять же, я повторюсь, неудивительно, что этот стрим был удален со всех площадок, кроме Фейсбука, откуда его удалили спустя все это время, только после выхода этого видео. Помимо этого, была куча мелочей. Ну, это крайне некрасивая хуйня байтить тем, что вот, ты можешь выиграть что-то то-то, а в итоге никто почти не выигрывает. Нет, ну, понятно, что далеко не все должны выиграть, это невозможно, сколько у него подписчиков. Но если это незаконно именно в стране, то да. Никогда не верила в то, что во всяких лотереях и прочих розыгрышах именно хорошие, вкусные призы выигрывает кто-то, кроме знакомых, родственников и т.д. тех, кто делает розыгрыш. У нас мышь взбесилась. Я ни одного человека не знаю, который бы крупную классную штуку бы выиграл, где бы не участвовал. Я сама в жизни никогда ничего не выигрывала, кроме того, что выбивала в игре поиск предметов тысячу этих бриллиантов. У меня было. Я выиграл... Лотерейки. Я решил как-то поучаствовать в розыгрыше игр и на удивление выиграл, ну, там выбор можно было выбрать, я выбрал Якудзу 0, по-моему. И второе, я когда начал пользоваться Донати, я уже забыл, что там есть розыгрыш и там комиссия невысокая, я до сих пор им пользуюсь. Он как бы не такой крупный, как Донейшн Аллерс, но там гораздо меньше комиссия. Короче, суть не в этом. Я забыл уже про розыгрыш, а потом мне пишут, я такой думаю, о, было бы прикольно выиграть там-то то-то или то-то для стрима или еще что-то, но я выиграл в итоге рюкзак DX Design или как они там называются, Bobby, который стоил 9 или 10 тысяч. И, собственно говоря, отличный рюкзак. Это, наверное, единственное в своей жизни, что я прям выиграл. И все-таки, ну, как бы выиграть можно, но не стоит думать, что вот, я один такой особенный. Хотя ты всегда будешь так думать, но стоит все-таки осознавать, что вероятнее всего может повезти кому-то другому, а не тебе. И есть шанс, что тебя могут наебать. Я думаю, с Мистером Бистом мне не кажется, что там было наебалово, просто не так много этих призов в сравнении с тем количеством, сколько было людей. И он не мог сам подписать все эти тысячи футболок. Это же мерч просто. Очевидно. Но не стоило говорить, что они будут подписаны именно им. Надо было просто напечатать эту подписку и все. плачей вроде того, что Мистер Бист по сути управляет своей детской аудиторией, чтобы, например, пойти в Волмарт, посмотреть, как там уложены его... Кстати, на самом деле честные розыгрыши есть, но они обычно у небольших блогеров происходят. Я розыгрыши в свое время делал, потому что была платформа специальная для розыгрышей. Там за определен... Ну, там баллы копились и... или не баллы, или... Обычно это небольшие призы какие-то. Была платформа, и у меня были лишние ключи. Я делал, да, розыгрыши, но с учетом того, как мало людей лезло в эти розыгрыши, я просто забил хер на это, потому что... Ой, думаю, ну его нахер. Привлекать аудиторию таким толком нет никакого... Ну, типа, нет никакого смысла, потому что если... Как только ты заканчиваешь это делать, большинство этой аудитории такие... А, ну мы пошли, тут больше ничего не дают. Площадок, кроме фейсбука, откуда его удалили спустя все это время, только после выхода этого видео. Помимо этого, была куча мелочей, вроде того, что мистер бист, по сути, управляет своей детской аудиторией, чтобы, например, пойти в Волмарт, посмотреть, как там уложены его шоколадки, и если они уложены плохо, то нужно попросить кого-нибудь из работников выложить их правильно. Это довольно странно, чувак, типа, дети не должны на себя работать. Ну, лично мне понравился пункт про психологическое воздействие, потому что, да, у мистера биста есть целая команда психологов, которые думают, как можно самым эффективным образом воздействовать на детей. По сути, их задача это создать образ авторитета, буквально как отец или мать, или государство, или что угодно, и чтобы ребенок был подписан на мистера биста на случай, если он когда-нибудь его встретит, и мистер бист ассоциировался у него с тем, что он получит какую-то награду, и, соответственно, чтобы этот ребенок или любой взрослый, кто знает о мистере бисте, Короче, мистер бист замерили для него Иисуса, поняли? Сразу же потакал мистеру бисту и работал на благо бренда мистера биста. Но опять же, вот эти штуки подтвердить, мне кажется, не получится, поэтому все это пока что спекуляция. И вот это видео вышло, и мистер бист никак на него не ответил. Но произошло две интересные вещи. Во-первых, глава одного из отделов мистера биста решил высказаться на этот счет. Чел под именем Чайки начал говорить, что докпэк 404, меньше месяца и, соответственно, не участвовал в большинстве видосов, о которых он рассказывает. Также он прошелся по самым глупым обвинениям, вроде того, что CGI используется в видосах, что что-то было добавлено постфактум и так далее. Но при этом в пункте про видео, где 100 пацанов были против 100 девчонок, он отрицает, что все это было подстроено, а те работники мистера биста, которые были в обеих командах, просто заменяли людей, которые не смогли участвовать из-за того, что у них был положительный тест на ковид. Что как бы разумно, но с другой стороны мы буквально видели кадр, где Джимми подходит к одному из игроков из команды пацанов и предлагает ему 10 тысяч долларов, чтобы тот свалил, потому что он слишком хорош. И как бы тут меня все еще терзает сомнения. Также он сказал, что розыгрыши среди подписчиков не были фейковыми, потому что... Мне казалось, что это был такой момент шоу, типа что-то вроде искушения, что ты выберешь деньги или команду. Ну вообще, если это было прям в шоу, то есть если это было в финальном выпуске на ютубе и нигде не было скрыто, то не вижу в этом ничего плохого. Такое же постоянно происходит. Он просто взял и убрал сильного игрока, уравняв шансы. Он навалил больше интриги. Это, знаете, как с шкатулками в поле чудес. Я думал, это просто была скрытая информация, типа, что на самом деле это не показывалось в видео. Я так и не понял сейчас. Кто-нибудь, может, знает, напишет в комментах было на самом деле. Если это не как бы было в финальном монтаже, то не вижу вообще в этом ничего плохого. Что он лично ими занимался. Также он сказал, что розыгрыши среди подписчиков не были фейковыми, потому что он лично ими занимался, но, к сожалению, не объяснил, как это все работает. И на этом, к сожалению, все. Он не прокомментировал самые жесткие обвинения из разоблачения и обвинения в мошенничестве, но зато заявил, что мистер Бист Джимми тратит огромное количество денег, чтобы к нему нельзя было прикопаться. И, соответственно, его оскорбляют, что кто-то накидывается у него со всем этим враньем. И также он подчеркивает факт того, что разоблачитель был на грибах и, соответственно, возможно, он просто большую часть этого придумал. Но то, что Чаки никак не упомянул самые главные вещи, которые волновали большинство людей, которые посмотрели разоблачение, приняли как подтверждение того, что да, вся информация в видео была верна. Я думаю, что вы понимаете нынешнюю ситуацию вокруг мистера Биста. Только что отменили его друга Криса Тайсона, который был с ним с самого начала. И во многих вещах с Крисом Тайсоном в дискорд-каналах и прочем есть скриншот, что там был мистер Бист. То есть он, в принципе, повязан во многих из этих вещей, хоть и очень косвенно. И многим людям хотелось бы притянуть его за это. Это не тот случай, когда есть действительно какая-то огромная причина отменять мистера Биста, что он сделал что-то действительно ужасное. Почему я не вижу огромных вся купюр меня берет омерзение? Потому что ты знаешь, что их могли трогать грязные руки. Это тот случай, когда мистер Бист настолько огромен, что отменить его это как испытание для нынешней интернет-культуры. Когда сама его личность раздражает огромное количество людей по всему миру. И они хотят от него избавиться. Они хотят показать, что никто не может быть слишком большим, чтобы упасть. То есть люди ненавидят мистера Биста, но не знают, как описать, почему они... Кстати, насчет скандала с его другом сейчас в азиатском сегменте, так сказать, из индустрии развлечений аналоговый, так сказать, скандал развивается с участием, короче, лучшего друга участников Гот Севен, Марка и Джексона. Потому что он, короче, искал по хэштегам, фотографии несовершеннолетних поклонниц Гот Севен и написывал им. При этом он состоял в их команде и работал на них как менеджер и, ну, короче, как ставк. Молодец, молодец. То есть они фактически ему на халяву обеспечили рабочее место, а он при этом, будучи в отношениях, отношениях с женщиной, девушкой, написывал несовершеннолетним специально именно выцепливая поклонницы группы. И более того, он им звонил по видеосвязи с голой пиписькой, я так поняла, в антураже, так сказать, декорациях и, это, хаты Марка, короче, и всяческого этого, ну, фанатского стафа. Печально. И, короче, вопрос возникает, почему Марк и Джексон с этим ничего не делают. Особенно Марк, я так поняла, Джексон с ним уже особо не общается. У него там своя туса в Китае. Почему они его ненавидят? И это видео на почти 9 миллионов просмотров, появившееся в нужное время в нужном месте с нужными аргументами, стало катализатором тотальной отмены Мистера Биста, которая сейчас происходит. В итоге, Чаки вряд ли что-то исправила, скорее принес еще больше негатива, из-за того, что они старались избегать неудобных моментов. И тут компания Мистера Биста делает ход конем и отправляет Докпэку письмо с досудебкой, то есть, письмо с требованием остановиться в разглашении конфиденциальной информации, которая была получена, пока он был работником. И это было настолько тупое решение, потому что этим письмом, которое он выложил в открытый доступ, они подтвердили, что, во-первых, он был работником, а, во-вторых, он обладал конфиденциальной информацией, которую раскрыл в этом видео. То есть, информация была верной. Может, даже не вся, может, что-то одно, но всем плевать, потому что мы получили подтверждение. Спасибо большое. Затем Докпэк, как, наверное, самый знаменитый человек в интернете, связанный с Мистером Бистом на данный момент, с радостью пошел на интервью к большим ютуберам, где рассказал им, что ничего не боится и будет продолжать свою деятельность. И более того, он обвинил Чаки во лжи касательно того, что он работал у Мистера Биста меньше месяца. Дело в том, что приехал он значительно раньше и сначала проходил тренировки, прежде чем попасть... А где доказательства? Пруфы будут того, что он работал дольше? Сначала он работал, видимо, бесплатно. Типа стажировка. Наша любимая. Дело в том, что приехал он значительно раньше и сначала проходил тренировки, прежде чем попасть на этот испытательный срок. А после того, как ему сказали, что им не по пути, ему позвонил друг Мистера Биста из компании, которая работает с Мистером Бистом над его видео. И прежде чем нанять его, они позвонили Мистеру Бисту, он сказал, что парень нормальный, можете его нанимать. И таким образом он продолжал работать над этим видео практически в команде Мистера Биста. Что как-то не вяжется с рассказами Чаки про то, что он был обвиняемым и его из-за этого уволили. Потому что тогда бы его не приняли в партнерскую компанию. И после этого пришло еще одно письмо с подписью, что это финальное предупреждение. В нем говорится, что компания Мистера Биста и ее основатель Джимми Дональдсон очень недовольны заявлениями, которые, во-первых, неправда, а во-вторых, нарушают условия конфиденциальных договоров, которые автор показал в своем видео. Судя по всему, компания Мистера Биста хотела просто все замять, чтобы этот чувак ничего больше не рассказывал, тихо удалил свое видео и все прошло как по маслу. Ну да, возможно, что-то из этого правда, а возможно, что-то из этого и пиздеж. Но большинство, конечно, не будет разбираться и они такие «О боже мой, все, значит, это правда!» Все, раз они на него собрались в суд подавать. Но не такой уж он, видимо, хороший пацан, раз его уволили, либо он сам уволился и начал это все рассказывать с обиды, судя по всему. Вряд ли он такой великий герой, который устроился туда, чтобы разоблачить мистера Биста. Начиная с того, что ему, в принципе, чести не делают, что он нарушил условия соглашения. А самое главное, что ни одна, ни другая сторона не предоставили никаких документов, хоть как-то доказывающих, сколько он там работал. Поэтому я не верю ни одним, ни другим, что одни, что другие могут пиздеть. Прежде всего, он пошел на YouTube. Если там действительно какой-то криминал, почему он пошел на YouTube, они в правоохранительные органы. Я думаю, во всяких ФБРах выписывают премии за то, чтобы надрать задницу всяким мистерам Бистам. Потому что и штрафы ими заплачены, и всякие прочие эти закупы-выкупы, или как они там называются, залоги, они составляют очень хорошую часть бюджета государственного. Поэтому он охлобучить богатее, для них это богоугодное дело. Но, судя по всему, его прадед был японским летчиком во времена Второй мировой. Потому что парень не просто не останавливается, но продолжает выносить все на публику. И хоть общественный резонанс на его стороне, ютуберы, в принципе, относятся к нему весьма положительно. Пока что никто из крупных шишек YouTube не хочет выступать против мистера Биста. Потому что, ну, если есть кто-то во главе YouTube, то это точно он. Но автор разоблачения, несмотря ни на что говоришь... Просто, во-первых, мистер Бист слишком огромная мощная фигура. Во-вторых, если ты выступишь на стороне этого парня, нет никакой гарантии, что если он вдруг народ что-то на тебя или ему что-то не понравится, он потом не вывалит это на всеобщее обозрение. В данный момент еще, собственно говоря, насколько он пиздобол вообще неизвестно. То он всего лишь выпустил первую часть. У него будут еще вторая, третья, неизвестно сколько еще. Так что, судя по всему, мистер Бист застрял в этом надолго. Но если вы хотите моего мнения насчет всей этой ситуации, то по моему, опять же, повторюсь, личному мнению, многие из этих вещей на самом деле просто мелочи. Ты не можешь построить огромную медиа-империю без того, чтобы делать некоторые ну, не совсем этичные вещи. Да, действительно, когда они выживали в тяжелых условиях, скорее всего, рядом была команда, которая кормила их за кадром. Да, скорее всего, они пользовались детской психологией, чтобы заставлять детей покупать продукты и пытаться выиграть какие-то крутые призы. Но знаете, если честно, я не очень хочу строить у себя какой-то моральный ориентир, поэтому просто скажи, что мне настолько плевать на этих детей, если честно. Что касается мошенничества, я не думаю, что Джимми... Ну... Они делали все то же самое, что делают большие компании, только это было персонализировано личностью, собственно, Джимми Дональдсона. Мне, собственно говоря, на этих детей тоже все равно, но я прекрасно понимаю, что общественность на это взбрыкнет. Поэтому стоило... Такой хуйней не мается. Это очевидно, что если кто-то использует детей и как-то обманывает детей, люди на это реагируют негативно. Им это не нравится. Делал это предумышленно, просто, скорее всего, хотел на стриме раздать какие-то вещи и поднять ажиотаж, а потом легальная команда объяснила ему, что так делать не стоит, и это можно отнести к мошенничеству, поэтому стримы снесли до этого. В Фейсбуке не сносили, потому что, господи, кто пользуется Фейсбуком? То, что его друг побеждал, ну да, довольно мразотно, но друг тоже имел определенную ютуб-карьеру, и, видимо, мистеру Бисту хотелось его как-то вставить. Это, конечно, не очень уважительно к другим участникам, но выпуски, в которых он появлялся, можно посчитать на пальцах одной руки. Я рад, что мы знаем, что подобные вещи происходят, но это не является чем-то настолько уж дико плохим. Мистер Бист, конечно, человек не идеальный, но меня все равно поражает, что сколько бы хороших вещей ты не сделал в мире, сколько бы людям ты не помог или ты когда-то сделал, или какую-то ошибку, то публика сразу же забывает о всем хорошем, что ты делал. Хотя сама эта публика вряд ли сделала хотя бы сотую часть того, что сделал Джимми в этой жизни. Имеется в виду хорошего. Но, тем не менее, как я уже и сказал, сейчас все достигло точки кипения, когда история с Крисом привела к тому, что люди обозлились на мистера Биста, и теперь люди не хотят отпускать эту историю, они хотят голову Биста на блюдечке с голубой каемочкой. Все хотят поучаствовать в этом разрывании карьеры трехсотмиллионника. Посмотрите, как эта империя будет рушиться на их глазах. Ютуберы тысячами прямо сейчас записывают видосы про то, что его карьера оконченная. Но, к великому сожалению для всех, я сомневаюсь, что это произойдет в ближайшее время. Записывают это они почему? Потому же, почему и мы смотрим это? Потому что это востребованная тема, которую посмотрят зрители. И причина, почему он не хотел очень про это делать видос, но сделал. Да. Не хотел. А те, кто именно идут на сторону негатива, они хотят еще максимально подсосаться и набрать лояльной аудитории, которая хейтит Биста. Потому что ее сейчас очевидно много. И она очень активна. К сожалению, для многих Мистер Бист существует не только в интернете. Это огромный бренд, это огромный продакшн с кучей людей, с кучей отделов. И если он просто выйдет и скажет, да, гайз, сори, ну вот так было неприятно, да, но мы и справились. И, кстати, вот следующее видео, которое наберет 100 миллионов. И, в принципе, мне кажется, с этого хватит. И то это нужно будет сделать только потому, что видос, который его разоблачает, набрал 9 миллионов просмотров и его просто нельзя игнорировать. Ну и вообще, на самом деле, мне кажется, это просто симптом времени, в котором мы живем, где постоянно всех отменяют и в последнее время это происходит все чаще и чаще. Личности становится все больше. Как будто доктор Дизреспект или кто-то еще запустил эту цепь доминошек и в итоге мы окажем себе всей верхушки Ютуба. Если у нас вообще будет Ютуб в ближайшее время, потому что, как вы знаете, происходят все эти не очень... очень приятные вещи и большинство из вас столкнулись с тем, что банально видео уже не получается посмотреть нормально. Как я уже сказал, мне не особо хотелось сделать это видео. Ну, у меня, кстати, я смотрел опять на хуевом качестве, все начало более или менее типа хоть как-то работать. Был момент, когда у меня ни на каком качестве ничего не грузилось. Но все же хотелось поэкспериментировать и посмотреть, насколько сильно изменятся просмотры, учитывая блокировки Роскомнадзора. Ну, в общем-то, мы уже все сказали во время видео, что могли сказать. Спасибо за просмотр. До свидания. Продолжение следует...